Уважаемые дамы и господа, очень рад приветствовать в Москве Сергея Федоровича Олейника, который принял наше приглашение вскоре после назначения на пост министра иностранных дел Республики Беларусь посетить официальным визитом Российскую Федерацию. И визит проходит успешно, программа насыщенная. Вчера состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. И сегодня мы продолжили переговоры, которые начались вчера во второй половине дня уже между министерствами иностранных дел. По традиции мы провели обзор хода выполнения программы согласованных действий в области внешней политики на 22-23 годы. Провели также обзор выполнения плана межмидовских консультаций. Все мероприятия, которые были запланированы, реализуются. И мы наметили темы для очередного ежегодного совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств, которое состоится в четвертом квартале текущего года в Москве. И помимо повестки дня, которую мы сегодня обсудили и согласовали, также предстоит согласовать новую программу внешнеполитической координации на 2024-2025 годы. Плотные координации в сфере внешней политики – это один из ключевых элементов союзного строительства и все более необходимые условия обеспечения национальных интересов наших стран в текущей геополитической обстановке. Договорились и далее действовать с опорой друг на друга, как союзники, стратегические партнеры в интересах наших стран, народов и в интересах союзного государства. Предметно обсудили актуальные вопросы интеграционного строительства с учетом итогов заседания Высшего государственного совета союзного государства, которое состоялось в прошлом месяце в Москве. И в частности обменялись мнениями о выполнении резолюции Высшего госсовета, о разработке концепции безопасности нашего объединения. Министерство иностранных дел Российской Федерации и Республики Беларусь окажут самую активную поддержку в этом процессе, который будет координироваться аппаратами Советов безопасности наших стран. У нас общая уверенность, что этот стратегический документ концепции безопасности союзного государства дополнительно усилит взаимные гарантии обороноспособности нашего объединения и в целом нашего сотрудничества в этой сфере. Мы продолжим активное дипломатическое сопровождение деятельности отраслевых ведомств по вопросам экономической интеграции в союзном государстве. Это для нас остается одной из приоритетных задач. Результаты совместной работы на этом направлении уже находят отражение в показателях роста взаимной торговли, которая в прошлом году достигла рекордного объема около 45 миллиардов долларов и продолжает в текущем году увеличиваться. Договорились продолжать последовательную работу по дальнейшему выравниванию прав и возможностей граждан России и Беларуси на территории союзного друг друга, особенно в социальных вопросах, которым наши граждане, конечно же, уделяют повышенное внимание и повышенный интерес проявляют. Отдельно обсудили задачи дальнейшего укрепления консульского присутствия на территории друг друга, что также отвечает прежде всего интересам наших граждан. И в этом контексте хотел бы еще раз поблагодарить белорусских друзей за оперативное решение вопросов, связанных с открытием российского генерального консульства в Гродно, церемонии которого открытие этого учреждения прошло в конце декабря прошлого года, и оно уже ведет работу по приему наших граждан. Со своей стороны, помогаем белорусским друзьям в процессе преобразования отделения посольства Беларуси в Санкт-Петербурге в генеральное консульство и в создании в нашей стране новых региональных отделений белорусского посольства. Решено и далее укреплять сотрудничество в рамках интеграционных структур на постсоветском пространстве, в том числе с учетом того, что в этом году Россия выполняет функции председательства в Евразийском экономическом союзе, а Республика Беларусь председательствует в организации договора о коллективной безопасности. Я проинформировал Сергея Федоровича о результатах Совета министров иностранных дел в ШОС, который недавно состоялся в индийском штате ГОА, и проинформировал о тех шагах, которые мы предпринимаем для того, чтобы помочь поскорее завершить процедуры, необходимые для получения Республики Беларусь полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества. Мы обменялись оценками перспектив развития отношений наших стран и в целом союзного государства с глобальным югом, имея в виду государства Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, отдельно обсудили программу запланированного летом в Сочи второго саммита России-Африка, в ряде мероприятий которого, как мы рассчитываем, примут участие и наши белорусские друзья. Говорили о взаимодействии на других многосторонних площадках, применительно к ООН отметили важную, позитивную и все более активную роль с созданной пару лет назад группой друзей в защиту Устава ООН, куда обе наши страны входят вместе с еще 20 с лишним странами. Обменялись мнениями о плачевной, прямо скажем, ситуации в Организации по безопасности сотрудничества в Европе, которая продолжает деградировать в силу нежелания членов НАТО умерить, обуздать свои амбиции, диктовать всем все и вся и вернуться к уважительному, равноправному диалогу. Это тупиковый путь. Сверлили часы по вопросам глобальной и региональной стабильности, по вопросам нераспространения биологической безопасности, информационной безопасности и наметили конкретные шаги о том, как нам действовать в многосторонних структурах, в том числе в контексте предстоящей в следующем месяце сессии Совета ООН по правам человека. По итогам переговоров мы только что подписали совместное заявление по общим внешнеполитическим приоритетам. Текст будет опубликован на информационных ресурсах внешнеполитических ведомств наших стран уже сегодня. Так что в целом мы весьма удовлетворены итогами переговоров. Продолжим тесное повседневное взаимодействие. И на осень, как я уже сказал, запланировано и состоится совместное заседание коллегий наших двух министерств. Спасибо за внимание. Передаю слово Сергею Федоровичу. Спасибо. Уважаемые представители Советов массовой информации, прежде всего я хотел бы выразить слова искренней признательности моему коллеге и доброму другу Сергею Викторовичу Лаврову, министру иностранных дел Российской Федерации, за гостеприимство и радушный прием, а также за очень откровенный, конструктивный, дружеский и доверительный разговор, который у нас состоялся только что. Состоявшиеся в эти дни в Москве встречи и переговоры особо значимы для меня, поскольку это мой первый официальный визит в Российскую Федерацию в качестве министра иностранных дел Беларуси. В ходе визита прошли очень содержательные переговоры с руководителями Совета Федерации Валентины Ивановны, Матвеенко и Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным, в ходе которых мы обменялись мнениями по ключевым вопросам нашей интеграционной повестки дня. И, конечно, пользуясь случаем, я хотел бы отметить и выделить очень глубокую погруженность и Валентины Ивановны, и Вячеслава Викторовича в нашу интеграционную повестку, в дальнейшие шаги по укреплению союзного государства. Все наши встречи носят не только дружеский и символичный характер, но всегда имеют очень серьезную практическую составляющую. Поэтому сегодня в ходе переговоров с Сергеем Викторовичем мы рассмотрели широкий круг вопросов от двустороннего сотрудничества в различных областях до глобальных процессов, происходящих сегодня на мировой арене. Взаимодействие в международных организациях, включая ООН, где Беларусь, как вы все прекрасно знаете, вопреки очень серьезному внешнему давлению и нарушению джентльменских договоренностей в Восточно-Европейской региональной группе, продолжает продвигать свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совета безопасности ООН. В текущей обстановке в числе приоритетных, конечно, были вопросы безопасности. Мы обсуждали данную тему в контексте обеспечения совместными усилиями разноплановой защиты нашего общего союзного государства. Здесь же затронули координацию нашей, скажем прямо, небезуспешной работы по противодействию сильнейшему комплексному давлению на Россию и Беларусь, включая незаконные санкции. Кстати, сегодня газета «Гардиан» опубликовала отчет, вывод которого заключается в том, что год санкций обошелся Западу намного дороже, чем Россия, да и Беларусь. Можно действительно осторожно констатировать, что предпринятые меры приносят абсолютно реальный и измеримый результат. В прошлом году зафиксирован регортный объем товарооборота по товарам и услугам между Россией и Беларусью. Мы вышли на объем в 50 миллиардов долларов. И динамика первого квартала этого года вселяет совершенно четкий оптимизм в дальнейшее наращивание этих объемов. Это стало возможным благодаря интенсивной работе по углублению кооперации, выстраиванию новых производственных цепочек по поставкам комплектующих, согласованию целой гаммы импортозамещающих проектов. Успешно и, главное, взаимовыгодно решается проблема транспортировки наших экспортных грузов в третьи страны через территорию России. Вы знаете, что МИДы также очень активно участвуют в работе по реализации союзных программ, оказывают дипломатическое сопровождение этого процесса. И выполнение этих программ на сегодняшний день приблизилось уже к 80%. Вся эта работа приносила и будет приносить осязаемый положительный результат как для граждан наших стран, так и для бизнеса. Наше сотрудничество с Россией носит стратегический характер, охватывает множество сфер и уровней. В качестве примера хотел бы тоже привести успешный опыт межрегионального взаимодействия. Только за прошлый год между регионами Белоруссии и России осуществлено более 200 визитов на региональном уровне, которые, естественно, тоже существенно дополняют межправительственную повестку нашего интеграционного взаимодействия. Итог прошлогоднего форума регионов Белоруссии – контракты на сумму более 65 миллиардов российских рублей. Ожидаем, что на предстоящем в конце июня форуме регионов в Уфе этот рекорд будет побит, и мы сможем выйти на более серьезные экономические результаты. Как вы знаете, внешнеполитические ведомства России и Белоруссии находятся в постоянном рабочем контакте. Тематика и интенсивность нашего взаимодействия полностью соответствуют динамике и братскому характеру наших отношений. В этой связи считаю важным состоявшееся только что подписание совместного заявления по общим внешнеполитическим приоритетам Республики Беларусь и Российской Федерации. Этот документ выражает наше общее стремление к дальнейшему развитию отношений союзничества и стратегического партнерства. Создание условий для углубления союзной интеграции, взаимодействия на международной арене и продвижения там наших совместных приоритетов. Его следует рассматривать как нашу единую позицию по наиболее актуальным вопросам текущей международной повестки дня. Важным событием визита считаю также предварившую эти встречи церемонию возложения венка к могиле неизвестного солдата и к памятным знаком «Брест – город-герой» и «Минск – город-герой». Для меня лично это не просто дань бессмертному подвигу наших народов, советских людей, которые спасли мир от фашизма. Это эмоционально острое напоминание о цене, которую пришлось заплатить нашим странам и нашим народам, и, конечно же, о ценности мира. И я рад, что в эти майские дни, когда в Минске и Москве отмечают очередную годовщину Великой Победы, получил возможность склонить голову у знаковых мест, у знаковых мест для каждого россиянина и для каждого белоруса. Республика Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за мирное разрешение конфликтов, справедливый и взаимоуважительный диалог, о чем неоднократно говорил наш президент Александр Григорьевич Лукашенко. Однако приходится констатировать, что западные партнеры не хотят нас слышать и продолжают, как ни парадоксально, губительную для них же самих и ущербную для всего мира политику. По большому счету, политику выкручивания рук. Это и незаконное санкционное давление, и подбрасывание дров в военный костер в центре Европы, и невиданный международно-правовой беспредел, который мы наблюдаем. Очень важно отметить, что мы с Сергеем Викторовичем об этом говорили, что мы далеко не одиноки. И у Беларуси, и у России очень много друзей в этом мире, в том числе сильных, устойчивых, и фактически тех центров, которые, убежден, будут очень серьезными центрами многополярного мира. Поэтому мы обсудили заседание предстоящей коллегии между нашими двумя министерствами и определились, что основной блок вопросов, который нам предстоит рассмотреть на предстоящей коллегии, будет посвящен как раз-таки укреплению взаимодействия со странами так называемой дальней дуги, со странами Африки, со странами Азии, со странами Латинской Америки. Ну и, конечно же, со многими региональными объединениями, о которых говорил Сергей Викторович. Это и ШОС, это и БРИКС, это и ОСИАН, и другие структуры, которые сегодня играют очень важную роль в выстраивании более справедливого и многополярного мирового устройства. Вы знаете, что большинство стран мира сегодня объединяет стремление к многополярности, к справедливому и безопасному мировоустройству, где будут на деле уважаться права наций и народов на свой самостоятельный цивилизационный путь развития. Однако такая простая и справедливая позиция, к сожалению, неприемлема для группы стран, которые хотят сохранить свое доминирование и возможность диктовать всем свои исключительно выгодные для себя условия. Лишившись этого, они потеряют традиционные способы своего обогащения. В этом и состоит острота сегодняшнего момента, и за это нас, по большому счету, сегодня прессингуют, подрывают экономически, пытаются расшатать изнутри, иными словами, пытаются лишить нас суверенитета. Но тенденции, которые мы сегодня наблюдаем в мире, и наш собственный интеграционный опыт, говорят о том, что все эти усилия будут тщетны, а запущенные самим же Западом процессы глобальной трансформации и поступательного перехода к многополярному миру вспять уже не повернешь. Мир уже не будет прежним. Практически в каждом столетии мировой истории случаются события глобального значения с колоссальными последствиями для всей планеты. И опыт показывает, что только от нас самих зависит то, какими мы выйдем из этого периода. Думаю, что окрепшими, самодостаточными, нацеленными на мир и созидание. В завершение хотел бы еще раз искренне поблагодарить Сергея Викторовича, всех российских коллег за неизменную нацеленность на активную и созидательную работу в деле укрепления нашего интеграционного взаимодействия, стратегического характера белорусско-российских отношений. Спасибо. И переходим к вопросам. Телерадиокомпания «Мир». У меня... Добрый день. У меня вопрос обоим министрам. Сергей Викторович, Сергей Федорович, скажите, вот то, что Россия и Беларусь находятся под санкционным давлением Запада, и ответом на эти санкции стало укрепление союзных отношений, да, как вы сказали, и вот приоритетное направление – это развитие производственной кооперации. Можно немножко подробнее, какие совместные проекты сегодня особенно востребованы? И второе, то, что я знаю в планах на следующий год, создание единого экономического пространства от Минска до Владивостока, как это будет работать и какая будет выгода для наших народов. Спасибо. Ну, я только что об этом говорил, что действительно в условиях беспрецедентного санкционного давления наша экономическая интеграция, наша работа по укреплению экономической опоры нашего Союза играет исключительно важную роль. И прошедший год показал, что мы действительно устойчивы, что мы в состоянии обеспечивать свой экономический и технологический суверенитет, и мы в состоянии, в перспективе обеспечить самодостаточность наших экономик. На повестке дня очень много проектов, ну, наряду с 28 союзными программами, которые активно реализуются на межправительственном уровне, и уровень реализации которых приближается к 80%, как я уже сказал, мы работаем над целой гаммой проектов по импортозамещению. Это как раз вот та гамма проектов, которые направлены на обеспечение технологического суверенитета наших стран. И я думаю, что те результаты, если брать оцифрованный результат нашего торгово-экономического взаимодействия, вот за прошлый год, за первый квартал этого года мы приросли в совместном товарообороте в 1,4 раза. Я думаю, что эти цифры говорят сами за себя и демонстрируют нашу действительно устойчивость к тому санкционному давлению, которое оказывается на нашей стране. Я разделяю эти оценки. Наша нацеленность на то, чтобы развивать интеграционные процессы таким образом, чтобы они не зависели от нелегитимных односторонних действий коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами, эта нацеленность отражена в 28 союзных программах, которые активно реализуются, более половины, даже существенно более половины мероприятий уже осуществлены, и эта работа продолжается. Главное – обезопасить наши связи в ключевых областях, от которых зависит развитие наших стран самостоятельное, поступательное развитие наших стран в таких сферах, как высокие технологии, финансовые механизмы, логистические цепочки. В общем, все, от чего зависит безопасность наших стран и союзного государства в самом широком смысле – в военно-политическом, в экономическом, в технологическом, в культурном, в цивилизационном, если хотите. И что касается, как вы сказали, недавно объявленное на следующий год создание экономического пространства от Минска до Владивостока, но это, наверное, немножко такое искусственное упоминание, потому что, если уж говорить о географии, то, наверное, должно быть от Бреста и, скажем, до Южно-Сахалинска или до Южно-Курильска. Дело не в терминах. Мы уже многие годы, начиная с подписания договора о создании союзного государства, формируем единое экономическое пространство. Рубежным, качественным этапом, который продвигает эту задачу, стали 28 союзных программ, о которых я упомянул. И выгода для граждан наших стран от того, что мы будем действовать, по сути дела, на основе единых хозяйственных принципов, будем продвигать единые нормы в сфере социальной политики и вообще выравнивать права наших граждан во всех областях. Эта работа существенно продвинулась вперед. Выгода для наших граждан, по-моему, очевидна. Агентство Белта. Добрый день. У меня вопрос к Сергею Федоровичу. Сергей Федорович, Вы, как и Сергей Викторович, уже упоминали нынешний кризис европейской системы безопасности и, как его следствие, ситуацию в Украине. Однако все войны неизбежно заканчиваются миром, и наша страна приложила и прилагает к этому все максимальные усилия. А есть ли у Беларуси свое видение будущей посткризисной системы безопасности в регионы? Обсуждали ли мы уже эти вопросы с российскими коллегами? Будет ли слышен голос Минска, если можно так выразиться, в Новой Ялте или Новом Потсдаме? Спасибо. Спасибо. Почему не в Новом Минске? Да, почему не в Новом Минске, точно. Спасибо за Ваш вопрос. Он действительно очень актуальный. И Вы знаете, что Беларусь с момента своей независимости придерживалась и придерживается миролюбивой внешней политики. Мы всегда выступали и выступаем за более безопасный мир для всех, а не для отдельно избранных стран. И именно поэтому на протяжении достаточно многих лет мы последовательно продвигали инициативу главы нашего государства Александра Григорьевича Лукашенко об организации широкого диалога по вопросам безопасности, по вопросам предотвращения межгосударственных противоречий, по снижению напряженности в военно-политической сфере, по восстановлению доверия. Так называемая инициатива «Хельсинки-2», которую президент озвучил во время заседания парламентской ассамблалии ОБСЕ в Минске. Конечно, для нас были уже тогда очевидны предпосылки возникновения возможного конфликта в Европе, который формировался из-за достаточно эгоистической и односторонней политики отдельных стран Запада, которые пытались выстраивать свою безопасность за счет безопасности других. Мы на разных площадках, в различных форматах старались продвигать эти тезисы, продвигать вот эти вот мирные инициативы и очень сожалеем, что к нам тогда не прислушались. Сегодня, наверное, ситуация складывается таким образом, что «Хельсинки-2» уже недостаточно. Нужен действительно более широкий, всеобъемлющий, всеохватывающий разговор, диалог всех ключевых игроков мира по вопросам глобальной безопасности. Диалог, я бы сказал, в духе Сан-Франциска. Вы упоминали «Ялту-Подзам», да, то есть, наверное, вот этот пример будет наиболее оптимальным. Потому что сегодня мы должны говорить о безопасности для всех, мы должны говорить о безопасности, которая бы учитывала интересы и давала бы гарантии всем, без исключения странам мира, включая Россию и Беларусь. Вот эти инициативы мы, со своей стороны, готовы продвигать, их придерживаться. И, конечно, в целом вопросы безопасности, вопросы необходимости формирования качественно новой архитектуры европейской и глобальной безопасности являются предметом нашего обсуждения с Сергеем Викторовичем, и мы, естественно, будем продолжать этот диалог. Более того, вы видите, что в последнее время очень во многих регионах мира появляются мирные инициативы. Мы слышали про мирную инициативу Китая, мы слышали про мирную инициативу Латинской Америки. Буквально на днях президент ЮАР анонсировал мирную инициативу стран Африки и планирует направить лидеров африканских стран для обсуждения как раз-таки мирной повестки. Я думаю, что это демонстрирует, что сегодня подавляющее большинство международного сообщества, подавляющее большинство стран мира нацеленное на действительно формирование новой системы безопасности, которая бы учитывала интересы всех без исключения стран и которая давала бы гарантии этой безопасности для всех. Спасибо. Я добавлю два слова. Сергей Федорович упомянул о том, как мы вместе с многими другими странами Евроатлантического региона добивались в рамках ОБСЕ закрепления принципа равной неделимой безопасности. В скобках отмечу, что этот же принцип был закреплен и в документах о создании Совета России и НАТО. Равная неделимая безопасность была провозглашена в ОБСЕ. Прямо было записано, что ни одна страна, ни одна организация на пространстве Евроатлантики не имеет права укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других и претендовать на доминирование в этом географическом регионе. Все это было растоптано нашими западными коллегами, когда был взят курс на безоглядное расширение НАТО. И наши попытки перевести вот эти торжественные заклинания, под которыми подписались лидеры западного мира, в практические дела. А я напомню, что еще с конца 10-х годов мы предлагали натовским коллегам кодифицировать вот эти принципы и юридические взять на себя обязательства не укрепляться за счет ущемления других. Эти попытки были отвергнуты. Было сказано, что гарантии безопасности юридического характера возможны только в НАТО. И мы никому не позволим запрещать какой-либо стране присоединяться к Североатлантическому альянсу. Ну, на аргумент о том, что это прямо противоречит текстам, под которыми стоят подписи их президентов и премьеров, никакого ясного ответа не было. Ну и последний раз наша попытка добиться реализации на практике этих высокопарных пафосных обещаний в сфере неделимости и безопасности была предпринята в конце 2021 года, когда по поручению президента Путина мы передали и американцам, и натовцам проекты договоров, которые были нацелены на то, чтобы в Европе была обеспечена безопасность всех без исключения государств, включая и, конечно же, Украину, но включая и Россию, и Беларусь. И, к сожалению, вы знаете результат. Высокомерие натовцев, которые заявили, что никто не может нам диктовать, что нам делать, ну, оно, в общем-то, стало причиной того кризиса глубочайшего в сфере евробезопасности, который мы сейчас наблюдаем. Но вот Сергей Федорович упомянул «Хельсинки-2» и упомянул «Сан-Франциско». Если говорить о «Хельсинки-2», это ассоциируется всегда с организацией по безопасности сотрудничества в Европе, ролью Финляндии в продвижении этих позитивных, конструктивных процессов, хотя бы, хотя бы в контексте политических договоренностей, если мы не можем их перевести в юридические, к сожалению. Но даже политические договоренности создавали бы, ну, все-таки более позитивную атмосферу. Но безоглядное расширение НАТО не только на восток, но и на север и в других географических направлениях подрывает саму перспективу дальнейшего нормального разговора о евробезопасности, потому что со вступлением Финляндии и Швеции, а Швеция, видимо, тоже скоро обретет свое членство в НАТО, и с практическим отказом Швейцарии на практике от своего нейтрального статуса сужается та часть Европы, которая исповедовала военно-политический нейтралитет, это было закреплено в конституциях соответствующих государств, и они создавали, если хотите, пространство для поиска баланса интересов, компромиссов между НАТОвской частью Европы и, скажем, союзным государством и организацией договора коллективной безопасности. С поглощением НАТО практически всех нейтральных государств, а этот процесс, к сожалению, мы наблюдаем воочию, возможность для вот такой конструктивной политики на континенте при инициативной роли нейтралов, эта возможность, по сути дела, исчезает. Это печально, поэтому я согласен с тем, что когда и если Запад одумается, и когда и если Запад поймет, что он не сможет остановить исторически объективный процесс формирования многополярного мира, то потребуется, конечно, разговор совсем не ограниченный только Европой, Сан-Франциско конференция была посвящена глобальной безопасности, и нам не уйти от разговора о том, что глобальная безопасность должна быть честной и равноправной. Агентство «Спутник», пожалуйста. Здравствуйте, Кирилл Орлов, агентство «Спутник». Сергей Федорович, скажите, пожалуйста, с чем связано введение на прошлой неделе на сухопутной границе с Россией временного пограничного контроля, и можете ли Вы хотя бы примерно назвать сроки снятия этих ограничений? Спасибо. Ну, я бы сказал, что это не совсем контроль, это скорее мониторинг ситуации на границе, который связан прежде всего с предстоящим вступлением в силу нашего межправительственного соглашения с Российской Федерацией о единой визовой политике и взаимном признании виз. Поэтому я бы не использовал термин «контроль», а скорее использовал термин «мониторинг», и он осуществляется в тесном взаимодействии нашей пограничной службы с Российской пограничной службой, которая тоже там присутствует, которая тоже мониторит эту ситуацию, присутствует, знакома с обстановкой. И, насколько я информирован, в принципе, ситуация на белорусско-российской границе достаточно спокойная. И я уверен, что она останется такой всегда. Спасибо большое. И завершающий вопрос. Общенациональное телевидение. Беларусь. Добрый день. У меня вопрос к двум министрам. Бывший посол Китая в России, ныне спецпредставитель КНР по делам Евразии, Ли Хуэй, начал свое европейское турне среди намеченных точек визита Украина, Польша, Франция, Россия в том числе. Но накануне... А, и заявленная цель его визита – это поиск разрешения украинского кризиса. Но накануне президент Франции заявил о том, что всерьез рассматривать это как бы нельзя, потому что у России и с Китаем отношения вассальные. Точно так же и про отношения Беларуси с Китаем часто говорят наши европейские партнеры. Вот как Вы оцениваете перспективы европейского турне, перспективы мирных инициатив Китая, как они будут восприняты Европой и США, если они, например, делают такие заявления в отношении России и Беларуси? Спасибо. Что касается заявлений господина Макрона насчет вассала, хозяина? Вы знаете, это по Фрейду. У кого что болит, тот о том и говорит. Господин Макрон известен тем, что уже не первый год провозглашает курс на обеспечение стратегической автономии Европейского Союза. Это глаз вопиющего в пустыне. Всем прекрасно понятно, что на практике никакой стратегической, да и вообще любой автономии Евросоюзу Соединенные Штаты иметь не позволят. И, скажем, министр экономики того же господина Макрона еще в августе прошлого года сотрясал воздух, жалуясь на то, что из-за действий Соединенных Штатов в контексте антироссийских санкций. И в контексте того, что Евросоюз вынужден был послушно следовать этой американской нелегитимной политике, стоимость энергоносителей для европейского бизнеса была в четыре раза дороже, чем для бизнеса в Соединенных Штатах, что вело к деиндустриализации Европы, переход, переносу бизнеса из старого континента за океан, но и многое другое. Так же, как задолго до специальной военной операции, совершенно независимо от того, что там происходило, Соединенные Штаты взяли стратегический курс на то, чтобы переориентировать весь Европейский Союз с дешевых энергоносителей из России на дорогие энергоносители из Соединенных Штатов. Они этого добились. Вот статья газеты «Гардиан», на которую Сергей Федорович ссылался, очередное из многочисленных подтверждений того, что объективные аналитики на Западе это уже достаточно давно признают. Поэтому, если господин Макрону обидно, что все его призывы к стратегической автономии на деле оборачиваются полным подчинением Евросоюза в роли вассала Соединенных Штатов, ну, наверное, у него такая психология. По Фрейду он пытается переносить свои болячки на отношения между теми странами, которые сохраняют самоуважение, которые сохраняют свою самостоятельность и которые исходят из необходимости продвигать исключительно равноправное сотрудничество, каковым является и сотрудничество между Россией и Китайской Народной Республикой, между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Кстати, Евразийский экономический союз имеет межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой, в котором все очень четко прописано и которое, в отличие от отношений между Соединенными Штатами и тем же Евросоюзом, является документом, фиксирующим справедливые принципы, взаимовыгодные принципы развития отношений и между странами, и между соответствующими организациями. Что касается плана Китайской Народной Республики, как его называть, или позиции Китайской Народной Республики по урегулированию украинского кризиса, вот в развитии ответов, которые мы дали на предыдущий вопрос о том, как выстраивать архитектуру безопасности, если вы внимательно ознакомитесь с этой китайской позицией с 12 пунктов, то главными положениями этой позиции являются те, которые носят системный глобальный характер. Это необходимость уважения принципов устава ООН во всей их полноте, в их неразрывной взаимосвязи, без каких-либо двойных стандартов. Это необходимость в глобальном масштабе утвердить на практике тот самый принцип неделимости безопасности для всех государств, о котором мы только что говорили. Это касается и недопустимости односторонних санкций, которые не предусмотрены уставом ООН. И целый ряд других системных вещей, которые четко показывают позицию Китайской Народной Республики, а она заключается, насколько я могу судить, в понимании того, что происходящее на Украине является лишь отражением тех кризисных явлений, которые накапливались в мировой политике и мировой экономике в результате действий Запада по предотвращению объективных процессов формирования многополярного мира. Когда Североатлантический альянс, который до недавнего времени так скромно заявлял, что это всего лишь оборонительная организация, занимается исключительно обеспечением безопасности территорий своих стран-членов, а уже почти как глад с лишним НАТО заявляет о своей глобальной ответственности, о том, что она должна решать вопросы предотвращения кризисов в Индо-Тихоокеанском регионе, как они называют Азиатско-Тихоокеанский регион. Открыто декларируется цель сдерживания Китайской Народной Республики. Поэтому агрессивность этого блока проявляется на ежедневной основе. И то, что сказал президент Путин о китайской инициативе во время визита председателя Си Цзиньпина в Москву о том, что там есть многие положения, которые мы готовы взять за основу, это, в общем-то, и отражает объективную реальность, которая заключается в том, что для прекращения таких кризисов наподобие того, который Запад создал на Украине, необходимо договариваться о принципиальных, системных вещах. Прежде всего, это устав ООН, суверенное равенство государств, когда никто не будет руководствоваться колониальными инстинктами и пытаться, как и прежде, эксплуатировать всех остальных во всех смыслах и жить за счет других. Но посмотрим, что скажут господину Лихуэю в тех столицах, куда он направился перед тем, как приедет в Москву. Вот Сергей Федорович упоминал, что есть и еще другие инициативы, как их называют, бразильская инициатива, инициатива президента ЮАР. И в том и в другом случае мы ответили на обращение к нам со стороны латиноамериканских, африканских друзей, что мы готовы рассматривать любые их предложения, которые продиктованы искренним стремлением содействовать стабилизации миропорядка. Но пока, в отличие от китайских наших соседей, ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего на бумаге не видели. Но мы подтвердили им, что готовы к контактам, когда они будут в этом заинтересованы. Потому что в наших интересах ту логику, которая сегодня становится все более понятной независимым наблюдателям, доносить до максимально большего числа наших партнеров на всех континентах. Вот, наверное, что я могу сказать. Но по итогам визита китайского представителя, конечно же, мы проинформируем мировую общественность. Спасибо. Ну, тут мало что можно добавить. Сергей Викторович настолько подробно и обстоятельно ответил на этот вопрос. Я, в общем-то, согласен с теми оценками, которые Сергей Викторович сделал в отношении заявлений президента Франции Макрона, я думаю, что Франции стоит действительно более внимательно посмотреть на позитивно-конструктивный и созидательный опыт Китая и китайской дипломатии. Потому что опыт китайской дипломатии сегодня уже позволил урегулировать целый ряд серьезных межгосударственных противоречий, и китайская дипломатия продолжает работать в этом же направлении, выдвинув свой мирный план по Украине. Поэтому сегодня, конечно, стоило бы сконцентрировать усилия действительно на всяческом содействии в продвижении вот этого плана, в продвижении в принципе мирных переговоров, поиска возможных путей решения и развязок. Потому что рано или поздно, как прозвучало в предыдущем вопросе, да, войны заканчиваются, и нам всем надо думать о мире. И китайская дипломатия сегодня нацелена именно на это. Поэтому мы со своей стороны, естественно, тоже будем внимательно следить за этим процессом, за продвижением этой инициативы, за переговорами китайского спецпредставителя в России, на Украине. Ну, он, кстати, собирается и во Францию, в Германию, и Польшу. Надеемся, что на каком-то этапе он заедет и в Беларусь, да, потому что Беларусь всегда была и остается площадкой для мирных переговоров. На территории Беларуси прошло множество раундов, начиная от минских соглашений и заканчивая теми переговорами, которые были организованы в прошлом году. Я имею в виду три раунда белорусско-то, то есть российско-украинских переговоров, вот, поэтому мы, со своей стороны, будем очень внимательно за этим процессом следить и, естественно, будем рассчитывать, что наши интересы в этом переговорном процессе, как сопредельной стороны, как страны, которая на всех этапах участвовала в мирных переговорах, связанных с урегулированием конфликта на Украине, будут тоже учтены. Я забыл ответить на ту часть вашего вопроса, который касался отношений Европы к китайскому плану. Ну, Европа это отношение не скрывает, отношение такое же, как со стороны Вашингтона, там все скоординировано, и отношение заключается в том, что если Россия сказала, что это можно обсуждать, значит, это не годится. Декларируется прямо, что Россия не хочет вести переговоры на условиях Зеленского, а другой основы для переговоров быть не может, что единственным планом, который Запад будет продвигать, это план Зеленского из, там, по-моему, десяти пунктов, который, по большому счету, требует капитуляции Российской Федерации, суда над Российской Федерацией, выплата репараций Украине и кому-то там еще. И только после этого руководство киевского режима благосклонно согласится подписать какой-то мирный договор. Ну, вот Запад говорит, что это единственный план, который сейчас находится на столе и который Запад поддерживает. Судите сами. Поэтому, когда и сам Зеленский заявляет, с кем мне там в Москве разговаривать, я не собираю. Это вот буквально на днях в очередной раз он это подтвердил. Не говоря о том, что он в прошлом году принял декрет, запрещающий переговоры с Российской Федерацией. И когда стинание мы слышим из Вашингтона, Брюсселя, Лондона о том, что от России совершенно не заинтересована в каких-то мирных там инициативах, ну, просто даже уже надоело комментировать это. Когда было сказано, примем только то, что будет приемлемо для Зеленского. Ну, все, пожалуйста, тогда давайте, пускай хвост вертит с собакой, как это уже бывало раньше в той же американской истории. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.